А ведь они правы, Анри, сказал Винсент. Мы и есть сумасшедшие. Так не пойти ли нам выпить по стаканчику? Предложил Руссо. Здравствуйте, дорогие любители искусства! Приветствую вас на канале ProArt. Герой сегодняшнего выпуска французский художник-самоучка. Наивный, ни на кого не похожий, искренний, немного неловкий сказочник, большую часть жизни проработавший на французской таможне. В свободное от работы время он ходил в Лувр и писал копии картин старых мастеров. Лишь в 41 год этот человек решился посвятить себя любимому делу – живописи, при этом не имея ни связей, ни опыта, ни художественного образования. Впрочем, история знает немало художников выходного дня, начавших писать в зрелом возрасте. Творчество этого мастера стало своеобразным феноменом в искусстве начала 20 века, потому как оно принципиально отличалось от того, что уже существовало и было модным. Это импрессионизм? Нет. Постимпрессионизм? Тоже нет. Тогда, может быть, это сюрреализм? Да, похоже. Вот только он писал за 50 лет до появления этого течения. Этот художник разработал свой уникальный стиль письма, который сейчас можно отнести к примитивизму или же наивному искусству. Тропические пейзажи, удивительной красоты джунгли, экзотические животные. Этим мечтателям и его забавными картинами в свое время восхищались Писаро, Гоген, Пикассо, а публика негодовала, что это еще за детские рисунки. Его работы отличаются самобытными сюжетами, яркими и сочными красками, реалистичностью в изображении. Увидев его один раз, вы уже никогда не спутаете его картины. Всего же кисти мастера принадлежат 123 работы. Он смотрел на мир глазами ребенка-первооткрывателя, который искренне восхищался всем, что он видит вокруг. Тонкий колорист, большой фантазер. Знакомьтесь, герой сегодняшнего выпуска французский художник-примитивист Анри Руссо. Не забывайте делиться нашими видео с друзьями и семьей. Любое ваше действие, будь то лайк или комментарий, продвигают наш канал. Анри Руссо родился в небольшом французском городке Лаваль в бедной многодетной семье. Проживая довольно заурядную жизнь, он не отличался особыми успехами ни в науках, ни в искусстве. С 8 лет воспитывался в школе-интернате. Будучи юношей в 19 лет, он подрабатывал в адвокатском бюро. Ну а потом, видимо, не выдержал этой службы и украл небольшую сумму из бухгалтерии. Ему грозил один год тюрьмы, но вместо этого он выбрал 7 лет военной службы. Впоследствии он будет поддерживать легенду о том, что во время службы побывал в Мексике. Именно там увидел джунгли и экзотических животных. На самом деле он был знаком с солдатами, которые участвовали во французской экспедиции в Мексику в 1862-65 годах в поддержку императора Максимилиана I. Руссо записывал их воспоминания, а потом просто выдавал за свои. Сразу же после службы Руссо переехал в Париж, чтобы ухаживать за своей мамой. Там он работал судебным приставом. Накладывать арест на чужое имущество ему совсем не нравилось, ведь его отец тоже когда-то был в такой ситуации. У него отобрали дом за долги. Он устроился на работу в Парижскую таможню акцизного департамента. Там он проработал целых 15 лет и там же появилось его прозвище «таможенник». Поговаривали, что он часто писал картины на рабочем месте. Кстати, прекрасно сохранились его таможенные работы тех лет. Его жена Клеманс Буатар стала постоянной моделью для его полотен. Муза вдохновляющая поэта. Анри был так влюблен, что даже написал вальс для Клеманс и назвал его в честь супруги. Их счастье было омрачено болезнями. Жена долго страдала от туберкулеза и в конце концов умерла. Из девяти детей Руссо семеро также умерли от туберкулеза еще в младенчестве. Но давайте все же поговорим об искусстве. Руссо очень любил академическую живопись и постоянно копировал работы старых мастеров в Лувре. Он считал себя реалистом и обожал академическую живопись. Большое влияние на начальных этапах его творчества сыграли три художника – Жером, Клеман и Бом. У Леона Жерома он копирует экзотических животных. Особенно ярко эта связь просматривается на примере его работ «Львица, нападающая на ягуара» и «Святой ироним, спящий на льве». А у Боно он заимствует эффектное использование черного и белого, особенно в работах над портретами, которые выглядят очень забавно. Непропорциональные фигуры детей с лицами взрослых. Например, Гоген был в восторге от того, как Руссо использует черный цвет в работе «Мальчик на скалах» или же колористически оформлен «Товарищ в играх». Вы, наверное, посмеялись, увидев последнюю картину. Что же касается портретов, у художника был очень изаурядный метод работы с моделью. Перед началом написания мастер снимал с лица точные мерки, которые в уменьшенном масштабе пытался перенести на холст. Такой метод приводил к тому, что размер головы в несколько раз превышал допустимую норму по отношению к пропорциям тела. Еще одной интересной особенностью была его подборка, ну, скажем так, цвета лица и кожи. Руссо подносил палитру к лицу модели, чтобы удостовериться в правильности выбранного тона. Поэтому часто работы повергали в шок заказчиков. Например, друг Руссо Альфред Жори после увиденного расстрелял свой портрет из револьвера, но сохранил только голову. Голова, видимо, была симпатичная. С легкой руки Климента он поучаствовал в нескольких художественных выставках, а с 1886 года начал регулярно выставляться в салоне независимых. На одной из таких выставок его картину «Карнавальный вечер» увидел Камиль Писаро, идейный вдохновитель импрессионизма и буквально остолбенел от восторга. Возможно, благодаря тому, что Анри не получил традиционного художественного образования, его не успели испортить. И ему удалось выработать свой собственный стиль. Он писал такие сюрреалистические картины, по-своему милые и по-детски наивные. И пусть в них отсутствует правильная перспектива, композиция. Зато какие краски! Переломным моментом стало знакомство Анри с Робером Делане, создателем орфизма. Он во многом поспособствовал популярности Руссо, а также поспособствовал тому, чтобы Руссо работал с ярким колоритом. Наверняка вам знакомы его работы с экзотическими животными. Картина «Голодный лев набрасывается на антилопу» стала началом целого цикла работ с похожей тематикой и манерой исполнения. Мы видим красочные джунгли, экзотические цветы и лианы, а в центре хищник, прижавший к земле свою жертву. Изображение джунглей Руссо называют ботаническим эдемом. Художник изображает растения большими, величественными, но несколько плоскими, как будто двухмерными. Когда я захожу в теплицы и вижу растения из экзотических стран, мне кажется, что я в каком-то чудесном сне. Первое впечатление от картин Руссо часто бывает обманчивым. Кажется, что художник пишет работы быстро, без особого напряжения, создавая композиции легкие, непринужденные. Но это не так. Каждый мазок был продуман им до мелочей. Особенно ярко эта особенность проявляется в цветочных композициях мастера. Вы только посмотрите на это буйство зелени и красок на картине «Водопад». Ладно, растения, а как же быть с экзотическими животными? Оказывается, художник много времени проводил в запарках и в музее естествознания в Париже, а также копировал картины Жанны де Лакруа, французского классика романтизма, известного своими экзотическими изображениями львов и тигров. К своим работам Андрей Руссо писал пояснительные авторские поэмы. Их часто называли рисованными поэмами Руссо. Эти произведения отсылают нас к французскому традиционному искусству. Подобно надписям на крестьянских произведениях искусства, слова художника поясняли содержание картины. Ну, например, поэма к работе спящей цыганки. «Бродячая цыганка, играющая на мандолине, поставив рядом свой кувшин, спит глубоким сном при поэтическом свете луны. Случайно мимо проходит лев, обнюхивает ее и не причиняет ей зла». Руссо считал спящую цыганку одной из лучших своих работ и предлагал купить ее мэру своего родного города Лаваля за 2000 франков, что тогда было невероятной суммой. Сам художник, кстати, имел собственную шкалу оценки своих же работ. В перечне произведений на продажу, которые он выдал арт-дилеру Амбруазу Валару, мы можем видеть группу под названием «Творения», цена на которые была в несколько раз выше, чем на все остальные работы. Эти творения мастер возводил до уровня культовых и считал их своими лучшими работами и очень ими гордился. Картина «Сон» художник также снабдил аннотацией. В ней говорилось, что Ядвиге приснился чудесный сон, в котором играет флейта и месяц освещает цветы, и деревья, и даже хищники замерли, слушая волшебную музыку. Говорят, история картины связана с одной из возлюбленных мастера, которую звали Ядвига. Ну, впрочем, из автобиографии художника известно, что он очень любил это имя и часто использовал в своем творчестве как некий женский образ. На других работах Ядвига изображена в черном платье, и многие искусствоведы трактуют ее наряд как факт, указывающий на ее смерть. Считается, что Ядвига была иностранкой и переписывалась с Руссо долгое время, однако ее внезапная кончина резко оборвала их связь. Ну, может быть, это просто домысел. Главным источником вдохновения для Руссо была природа. Ничего не делает меня счастливее, чем созерцание природы и ее изображения. Вы поверите мне, если я скажу, что когда выезжаю за город, я вижу это солнце, эту зелень, эти цветы. Я иногда говорю себе, какой я счастливый человек, ведь все это принадлежит мне. Так и есть. Пикассо как-то сказал, Руссо – это совершенство наивного образа жизни. Наверное, он увидел в полотнах Руссо то, что искал сам, создавая кубизм. Протест против цивилизации, поиск более древней, сильной, могучей и мистической силы древних народов. Кстати, по поводу Пикассо. Как-то раз он, непонятно всерьез или в виде насмешки, устроил так называемое «чествование Руссо». Оно прошло в его мастерской в 1908 году в Батолу-Вуар и стало в некотором роде легендой. Пикассо и его подруга Фернанда Оливье установили во главе стола трон для Руссо. Освободили ему одну из стен, временно убрав коллекцию африканских масок и повесили на нее портрет женщины. Фернанда позже вспоминала, что в тот вечер через мастерскую Пикассо прошел чуть ли не весь Монмартр. Звучали приветственные речи, прославляли таможенника. Он музицировал, играя тот самый вальс Климанс. Вино лилось рекой. В разгар пиршества растроганный Руссо шепнул Пикассо, мы два самых великих художника эпохи. Вряд ли Пикассо был готов делить с ним пальму первенства, но тем не менее такой факт имел место быть. Среди богемной молодежи пользовались популярностью так называемые «вечера у таможенника», мероприятие, которое организовывал он сам. Руссо приглашал коллег, поэтов и просто приятелей, музицировал, показывал свои картины, читал стихи и совершенно не реагировал на то, что большинство его друзей приходят просто выпить и откровенно посмеяться над ним. Впрочем, есть у Руссо работы посерьезнее. Например, картина «Война», которая датируется 1894 годом. Она задумывалась мастером как венец всего его творчества. Она была создана для салона независимых, то есть для художественной выставки. «Война» стала отображением впечатлений Руссо о событиях франко-прусской войны 1870-71 года. Это воспоминания о жестоко подавленной парижской коммуне, когда улицы Парижа стали красными от крови. Весь ужас от пережитого он постарался передать в этом полотне. Юная растрепанная девушка с саблей в руке проносится на черном коне, сея смерть и разрушение. Можно трактовать ее образ как образ всадницы, предвестницы апокалипсиса. Она равнодушно проносится по мертвым телам, среди срубленных деревьев, держа в руке факел и саблю. Поле, покрыто искалеченными трупами, которые в большинстве своем абстрактны, как некая человеческая масса. Единственное лицо, которое мы можем увидеть, это лицо самого художника, застывшее с холодным, отрешенным взглядом. В 1910 году у Руссо в результате неудачной обработки раны образуется гангрена, и он умирает. Сейчас его работы продаются за миллионы, над ним уже никто не смеется, а его картины, такие милые, наивные, ироничные, вызывают у публики восторг. Напишите в комментариях, нравится ли вам работы Анри Руссо, нравится ли такая живопись, к какому течению вы бы отнесли его полотна. С нетерпением ждем ваших комментариев. Спасибо вам большое за внимание и остаемся на канале ProArt.